Вопрос относительно так называемого дофаминового голодания, популярное нынче у представителей Кремниевой долины. От чего нужно отказаться в рамках вот этого дофаминового голодания? Почему, собственно, дофаминовое голодание? Значит, информация следующая. По поводу дофаминового голодания, конечно, сам по себе термин крайне неправильный. Это характерное, в общем-то, достаточно для американских систем такое вот механистическое крайнее упрощение всех процессов, сведение всего к одной единственной кнопке, которую надо нажать, и будет вам счастье. Подразумевается, в соответствии с этой гипотезой, что современное функционирование основано на различных зависимостях. Информационной зависимости, игровой зависимости, пищевой зависимости, наркотической, химической, нехимической зависимости и так далее. Доступность. И, собственно говоря, вся наша жизнь определяется различными видами аддиктивного поведения. Ну, что уже само по себе является более чем спорным. Пожалуйста, я говорил в этом по поводу того, я люблю шоколад, значит, у меня зависимость от шоколада в видео. Это раз, ну, само по себе концепция, ну, крайняя примитивизация, ну, я уже говорил, что зависимость это то, не то, что нам обязательно нравится, не то, что нам нравится, а то, что значительно нас дестабилизирует. Опять-таки, про зависимость говорили кучу раз, не буду повторяться. Доступность технологий, соответственно, информационных технологий позволяет чаще получать дофамин, нейромедиатор, отвечающий за мотивацию и вознаграждение. Ну, вот опять, та же самая теория одной кнопки. Бац, кнопка дофамин, о, у меня вознаграждение, у меня мотивация. А, много дофамина, здорово, давайте есть дофамин ложками, будем счастливы. Ну, это полная галиматья. Много дофамина, это не только мотивация, это и шизофрения. Поэтому, ну, опять же, вот при таком подходе, ну, мы совершаем огромное количество ошибок, чисто на понятийном уже уровне. И воспринимая дофамин просто как вот такой аналог героина и кокаина в одном флаконе, ну, это, это просто чушь, бред собачий, что называется. Дофаминовые рецепторы освобождаются во время получения того, что нравится человеку. Просмотры в соцсетях, сериалах, еды, игр, онлайн-покупках, общения и секса. Ну, опять же, ой, да, опять же, все крайне примитивно. В процессе эволюции дофамин подталкивает людей, есть, общаться, равножаться, выживать. А сейчас, соответственно, все, сейчас, ну, вот я цитирую, да, можно все получить за несколько секунд, например, через смартфон. Из-за чего люди обжираются дофамином. Ну, соответственно, вот это вот дословная цитата. Ну, и дальше идет. Американцы тратят 11 часов в день на взаимодействие с информацией, просмотр лент и так далее и тому подобное. В чем заключается дофаминовое голодание, да? То есть, управление зависимостью от еды, медиа, соцсетей, контроль и отказ от вот этих вот стимулов. Ну, и что, собственно, рекомендуется, от чего отказаться, да? Интернет. Ну, ограничение количества работы в интернете. То есть, как минимум, 4 часа без перерывов на интернет должно быть в нашей жизнедеятельности. Отключение, прекращение регулярного просмотра новостных лент, сообщений. Ну, то, что вот называется втыкать в смартфон, да? Ограничение отказа от видеоигр, ограничение онлайн-продукопок и азартных игр. Например, вредная еда, сладости, чипсы, пицца, комбинацию углеводов и жиров. Уменьшение просмотра фильмов, ужасов, всякого хоррора, порно. И исключение потребления рекреационных веществ. Это особенно меня радует, что вот именно то, что будет перечислено дальше, называется рекреационными веществами. А именно, для рекреации, для восстановления алкоголь, никотин, кофеин, психоактивные наркотические вещества. Хорошенькое восстановление, ничего не скажешь. Но, на самом деле, вот все эти пункты ограничения интернета, видеоигр, онлайн-покупок, азартных игр, вредной еды, просмотров, порно, хоррора, ограничения употребления и отказа от употребления алкоголя, никотина, кофеина. Ну, да, это абсолютно здравые мысли. Причем тут дофаминовое голодание? Ну, вот это вот более чем сомнительно. По расписанию, да, дофаминовая диета, собственно. Что такое дофаминовая диета? Сначала один час в день, затем постепенно увеличивать время отказа. Далее, от одного до четырех часов в конце дня, в зависимости от работы семейных дел. Ну, вот как раз исключить все то, что было перечислено выше. Один полностью выходной день в неделю, полностью отказаться от всего этого на один день в неделю. Два подряд выходных квартал. И, наконец, неделя в году, например, в отпуске полный отказ от всего того, что было перечислено выше. Еще раз напомню. Интернет, видеоигры, онлайн-покупки, вредная еда, хоррор, порно и рекреационные наркотики. Алкоголь, никотин, кофеин и прочее. Ну, и, соответственно, вот как бы это должно снизить уровень дофамина, опять-таки, гипотеза одной кнопки. Бац, стало меньше дофамина, он стал для нас более ценным. Говоря наркоманским сленгом, человек омолодился, и дофамин опять начал его двигаться. Ну, и, соответственно, свободное время потратить на тренировки, кулинарию, общение и так далее. Так, 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 ну, собственно говоря, все предложения совершенно здравые, действительно, если все это выполнять, все то, что было предложено ограничивать, ограничивать, делать перерывы, делать выходные дни, несколько выходных дней, неделю выходную от всей этой информационной нагрузки, от этого ничего плохого не будет, будет, наоборот, даже хорошо. Сводить это только к дофамину, это величайшая глупость. Ну, глупость, на самом деле, в том, что все попытается воткнуться вот в такой вот примитивный вариант комикса, где одна кнопочка дофамин, от которой все зависит, и вообще все наше поведение, все наши реакции, все наши эмоции, все наши действия, все замкнуто только на один дофамин. И дофамин выступает в роли какого-то, я не знаю, какой-то смеси кокаина и героина одновременно. Нет, это, безусловно, не так. Назвать это дофаминовой диетой, дофаминовой, дофаминовой, я не знаю, чем випотезе и теории, можно только в качестве вот такого вот бренда. То есть, это вот красивый бренд, да, не здоровый образ жизни, который, в общем-то, предусмевает то же самое, да, а бренд, дофаминовая диета. Ну, наверное, должно хорошо продаваться. В этом американцы, безусловно, молодцы, тут ничего не скажешь. Поэтому, все те рекомендации, которые были озвучены, они совершенно здравые, они адекватные, нормальные, правильные, тут ничего нельзя возразить. Сводить их почему-то к одному дофамину, на мой взгляд, чисто маркетинговый ход, который сам по себе для маркетинга, для продажи хорош, но к сути проблемы отношения имеют, ну, по минимуму абсолютно. Так что, пожалуйста, можете этим пользоваться, вреда не будет, будет польза, но считать, что вы как-то слезаете с дофамина, который искусственно повышен у вас соцсетями, ну, это, конечно, ерунда. Дополнительную информацию вы можете найти на нашем сайте mednauka.net и на нашем канале на портале youtube.com. Всего вам хорошего, до свидания.